Добрый день коллеги, дамы и господа. Я приветствую всех представителей средств массовой информации, которые находятся сегодня на мультимедийной площадке Международного информационного агентства России сегодня. И с огромным удовольствием я приветствую нашего гостя, пресс-конференцию которого мы начинаем. С нами сегодня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Михайлович Агатилов. Геннадий Михайлович, отдельное спасибо за то, что нашли время пообщаться сегодня с журналистами. Пресс-конференция приурочена к открывшейся 15 сентября в Нью-Йорке юбилейной 70-й СССР Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Сегодня мы говорим по широкому кругу вопросов, которые обсуждаются в ООН, в Совете Безопасности ООН и в других структурах организации. И сначала я хочу передать слово вам, а потом уже к вопросам журналистов перейдем. Пожалуйста, Геннадий Михайлович, на кнопочку только нажмите. Спасибо большое. Я рад всех приветствовать в очередной раз, когда мы будем обсуждать тематику, связанную с ООН. В этом году это действительно особый случай. 70-е годовщина создания ООН – это большой этап в жизни организации. За эти годы она прошла немалый путь своего становления, развития, приспособления под меняющиеся политические реалии. И, конечно, на Генеральной Ассамблее, которая формально уже открылась, но основное, как бы центральное событие, как всегда бывает, это министерская так называемая неделя на Генеральной Ассамблее. Оно состоится буквально на следующей неделе. Целый круг важных мероприятий запланирован. Это и мероприятия высокого уровня по повестке дня для развития после 2015 года. Подготовлен соответствующий документ. Определены 17 вех или 17 целей на предстоящий исторический период, связанный с развитием международного сообщества. Это задачи по экономическому развитию всех стран, по повышению благосостояния населения мира, по ликвидации болезней, голода, нищеты, развитию образования, здравоохранения и так далее. То есть самый широкий спектр задач, которые будут одобрены в предстоящие несколько дней. Ну и, конечно, будут обсуждаться самые серьезные вопросы политического характера, связанные с непростым нынешним периодом в международных отношениях. Вы все знаете эти проблемы, следите за ними каждый день. Конечно, все выступающие на общеполитической дискуссии, несомненно, будут затрагивать и эти животрепещущие вопросы. Но что можно, в принципе, сказать на сегодняшний момент? Конечно, ООН – это не идеальная структура, но надо признать, что она продолжает оставаться единственным легитимным международным органом, международной организацией, объединяющей практически все государства мира. Ну и, соответственно, представляет из себя такую уникальную диалоговую площадку по согласованию подходов стран по различным животрепещущим и важным международным вопросам. Через механизмы ООН осуществляется сотрудничество по самым разным направлениям, охватывающим все сферы человеческой деятельности. Надо сказать, что запас прочности у организации очень солидный, и структуры и функции ООН формировались под воздействием различных международных событий. Она действовала в разной международной обстановке. Но то, что произошло за последние 70 лет, только подтвердило всеобщую значимость и адекватность ООНовских механизмов. Их необходимо развивать, их необходимо делать более эффективными, и все это хорошо понимают. Особенно в период, когда мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами. И процесс реформирования и адаптации, надо сказать, идет постоянно. За последние годы были созданы новые органы в системе организации объединенных наций. Это Совет по правам человека, это Комиссия по миростроительству, это организация ООН женщины, но и целый ряд других. Поэтому думаю, что к своему 70-летнему юбилею организация подошла с неплохими результатами, но, конечно, еще больше предстоит сделать. У нас, у российской делегации, самый настрой позитивный на работу с другими нашими партнерами. Мы продолжаем выступать за объединительную повестку дня в международных отношениях, за коллективный поиск ответов на те проблемы, с которыми мы все сталкиваемся в настоящее время. Вот такой вот небольшой общий комментарий к тому, что предстоит в ближайшее время в Нью-Йорке. Спасибо большое, Геннадий Михайлович. Но самое время теперь перейти к вопросам. На первый ряд дайте, пожалуйста, микрофон. На первый ряд. Вы, пожалуйста, представьтесь ваш вопрос. Спасибо. Алексей Еременко, NBC News. Слышно? Да. Из международных проблем, о которых вы говорите, сейчас на первый план международной повестки, конечно, вышла Сирия. Можете что-то сказать о повестке российской делегации по Сирии, с которой мы туда едем? Спасибо. Наша повестка по Сирии, она как была и остается прежней. Мы последовательно выступаем за политическое урегулирование кровопролитного сирийского конфликта. Вы знаете, что он продолжает уже более четырех лет. Погило очень много народу, жертвы многочисленные. И, конечно, актуальная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее добиться начала политического диалога между противоборствующими сирийскими сторонами. Но известно также и то, что в последнее время возникли новые аспекты сирийского кризиса, сирийского конфликта, и связаны они с активизацией террористических групп на сирийской территории. Собственно, оттуда они и начали действовать в лице Аль-Каиды, потом Исламского государства, которое теперь уже приобретает, ну, прямо надо сказать, зловещие масштабы в своей деятельности. И задача противодействия расползанию терроризма со стороны сирийской территории, она очень актуальная. И, как я уже сказал, здесь нам необходимо, как международному сообществу, объединить все свои усилия. Известно, что действует коалиция так называемых государств под ведомые Соединёнными Штатами Америки, которая осуществляет военные операции как в Ираке, так и в Сирии. Но разница состоит в том, что если в Ираке коалиция действует в координации с бахтадским правительством, с иракским правительством, то, к сожалению, в сирийском случае такого сотрудничества между силами коалиции и правительством в Дамаске нет. И это вызывает большое сожаление, поскольку, если бы такое сотрудничество было налажено между коалицией и с сирийскими властями, то вся борьба с терроризмом оказалась бы более эффективной. Уже всем хорошо известно, что одними военными воздушными ударами с исламским государством справиться невозможно, и это признаётся всеми экспертами. И необходимо поэтому объединить усилия всех тех, кто реально может противостоять этой террористической угрозе. Вот поэтому-то президент Владимир Владимирович Путин и предложил инициативу, идею о создании широкой международного коалиции, широкого международного фронта для борьбы с этой угрозой. Понимая, что иными средствами эффективно противостоять терроризму невозможно. Я думаю, что эта тема будет активно подниматься в ходе предстоящих дебатов в Генеральной Ассамблее ООН. Ну и, конечно, нельзя забывать и о том, что необходимо двигаться на политическом треке, политическое урегулирование, начало диалога между сирийскими противоборствующими сторонами, между правительством и оппозицией. Такая работа тоже идет. Мы выступаем за то, чтобы эти два трека развивались бы параллельно. Работает спецпредставитель ООН господин Мистура, который предложил недавно в Совете Безопасности свой план по запуску межсирийского диалога. Он состоит в том, чтобы создать четыре рабочих группы по различным направлениям, в которых бы за столом переговоров принимали участие и сирийское правительство, и делегация оппозиции. Ну и была бы также создана так называемая группа внешней поддержки в лице ключевых игроков, имеющих непосредственное отношение к сирийской ситуации и могущих оказать позитивное влияние на запуск переговорного процесса. Вот эта вот часть политическая, она тоже имеет очень серьезное значение. Мы поддерживаем то, что предложил господин Мистура, сотрудничаем с ним и готовы продолжать работать вместе. Вот, наверное, коротко то, что сейчас происходит вокруг сирийского конфликта. Спасибо, Геннадий Михайлович. Я вот продолжаю тему, которую поднял коллега-журналист. Вы уже упомянули о том, что Россия едет в ООН, на Генеральную ассамблею Совета безопасности с инициативами по сирийскому вопросу. Вот сейчас очень многие западные СМИ пишут о том, что в своей предстоящей речи Владимир Путин может перехватить инициативу США в борьбе с исламским государством, что, в принципе, достаточно странно звучит, потому что исламское государство – это одинаковая беда для всех. И вот 30 сентября на полях ООН будут параллельно проходить, по сути, два мероприятия. Одно мероприятие – это министерские дебаты в Совете безопасности по поддержанию международного мира и безопасности, урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, в Северной Африке, как раз в борьбе с исламским государством. Но одновременно в рамках Генеральной Ассамблеи на неформальном заседании будет обсуждаться предложение Франции о добровольном ограничении права вета постоянных членов Совета безопасности в случаях, когда этого требует принятие срочных мер для пресечения массовых преступлений. Совет безопасности без права вета превращается в совещательный орган, в марионетку, что точно не будет способствовать миру безопасности. С Вашей точки зрения, насколько перспективны подобные инициативы по ограничению права вета? И были ли подобные прецеденты когда-нибудь? Спасибо, что Вы затронули вопрос о Совете безопасности. Да, в этом месяце Россия председательствует в Совете безопасности, так уж выпало по ротационной схеме. И на 30 сентября у нас действительно запланировано очень важное мероприятие на министерском уровне. Это заседание Совета, которое будет посвящено конфликтам на Ближнем Востоке и в Северной Африке и угрозе терроризма. То есть, понимаете, все вокруг терроризма так или иначе вертится, потому что те конфликты, которые протекают в этом регионе, они, собственно, и являются источником терроризма. И здесь уже нужно смотреть более широким взглядом на то, как урегулировать эти конфликты. Это и Арабы-Израиль, и Палестино-Израильское противостояние продолжающееся, и конфликт в Йемене, кровопролитный, с серьезными гуманитарными последствиями. Это и ливийская ситуация, где страна оказалась практически дезинтегрированной. И, конечно, это Сирия. И вот эти все темы, как нам кажется, они требуют самого пристального внимания со стороны международного сообщества. Поэтому мы и вынесли на повестку Дня Совета Безопасности эту дискуссию. Надеемся, что нас в этом поддерживают наши партнеры, будет активное обсуждение. И, конечно, хотелось бы, чтобы были практические результаты от этого обсуждения, от этого заседания Совета Безопасности. Со своей стороны, мы готовы вместе с нашими партнерами к достижению этой цели. Что касается правовета, которое действительно в последнее время очень активно тоже поднимается различными делегациями, в частности, французы, президент Алан в свое время выдвинул идею о добровольном ограничении постоянных членов Совета Безопасности, использовании права вета в ситуациях, связанных с массовым нарушением прав человека, геноцидом и так далее. Но, вы знаете, у нас к этой инициативе достаточно сдержанное отношение, потому что здесь очень много неизвестного подводных камней и неясного, но, прежде всего, касающихся критериев, что и кто будет определять все ситуации с массовым нарушением прав человека или геноцидом. То, что предлагают наши партнеры, это, наверное, не совсем верный подход – отдавать на откуп такое решение либо генеральному секретарю, либо принимать как-то голосованием большинства членов Совета Генеральной Ассамблеи. Ну, очень размытые формулировки, поэтому мы считаем, что с этой точки зрения, во-первых, эта идея, она несколько ущербна. Ну и, во-вторых, в принципе, ведь права вета, кстати, в уставе ООН слов права вета вообще нет. Есть статья, соответствующая в уставе, которая говорит о необходимости совпадения голосов пяти постоянных членов при принятии соответствующих решений в Совете Безопасности. Но, как бы, устоявшаяся формула права вета, она всем может быть более понятна. Мы считаем, что этот механизм – это не какая-то привилегия постоянных членов, это их большая и высокая ответственность при принятии соответствующих решений в Совете Безопасности ООН. Стать своего рода механизм сдержек и противовесов, которые не дают возможности принять неверные решения или которые были бы противоречили интересам каких-то групп стран. И поэтому сохранение прерогатив постоянных членов в форме права вета, мы считаем, должно продолжать оставаться. И если уж обратиться в историю, то при согласовании устава ООН эту идею предложили американцы первые. Это именно они сказали, что при принятии решений в Совете должно быть совпадение позиций всех пяти постоянных членов Совета Безопасности. Мы считаем, что на протяжении всей деятельности ООН этот механизм доказал свою эффективность. Достаточно вспомнить небольшую историю и вернуться назад в 90-е годы, когда мы в Совете Безопасности не дали принять решение об бомбардировках Югославии, когда мы не прошло через Совет Безопасности решение об военных действиях в Ираке. Последние примеры – это сирийский конфликт, когда мы тоже заветировали несколько резолюций, которые были несбалансированными, односторонними. Ну и целый ряд других решений. Поэтому считаем, что Институт ВЕТОС доказал свою полезность, эффективность. И если мы хотим сохранить Совет Безопасности, и работоспособным, и действительно выражающим мнение всех государств, то этот институт должен продолжать существовать. Спасибо. Итак, коллеги, ваши вопросы. Пожалуйста, первый ряд. Представьтесь. Здравствуйте. Павел Сунин из газеты Wall Street Journal. Если возможно, можно вернуться к теме Сирии. Вы можете коротко нам сказать, каким образом президент собирается поднимать вопрос Сирии в ООН? И будут ли какие-то новые предложения со стороны России или объяснения недавней поставки военной техники в Сирию? Ну, никаких-то новых идей, помимо тех, о которых я уже сказал, мы в ООН не собираемся выдвигать. Сейчас ведь главное даже не то, что искать какие-то новые идеи, а пытаться найти решение проблемы на основе Женевского коммуникета 2012 года. Оно продолжает оставаться главной базой этого регулирования политического. В нем прописаны все необходимые меры и шаги. В нем говорится о необходимости начала диалога между сирийскими сторонами. И если есть добрая воля со стороны участников этого конфликта и тех внешних игроков, которые способны оказать соответствующее воздействие на движение в правильном направлении, то существуют хорошие перспективы для начала политического урегулирования. Что касается военного сотрудничества с Дамаском, то уже неоднократно заявлялось на самых различных уровнях, что оно осуществляется в рамках наших двухсторонних договоренностей, в рамках исполнения существующих контрактов. И ничего такого, чтобы это противоречивало каким-то международным правилам, обязательствам, здесь нет. И я уже говорил о том, что главная задача сейчас, одна из главных задач – это борьба с разрастанием терроризма. И наша поддержка военно-техническая сирийскому правительству, она как раз направлена на то, чтобы эта борьба с терроризмом стала бы еще более эффективной. Спасибо. Второй ряд. Ваш вопрос. Фасих Бандерхан, Институт Востоковедения, Академия наук. Сегодня Абдуллахьян, замминистром иностранных дел Ирана, как раз заговорил о новой инициативе и новой идее по решению сирийского вопроса, и что он обсуждал эти идеи с Михаилом Богдановым, замминистра иностранных дел. Какие возможные идеи здесь? Вы говорили, что у нас есть Женева-1, и все там расписано, как нужно. Это первый вопрос. Значит, второй. Недавно заговорили здесь, по крайней мере, представители оппозиции Сирии и посоль Сирии в России, а Москва-3. А на самом деле шла речь о подготовке Женева-3. Вот что происходит в этом плане? Спасибо. Ну, что касается Ирана, то мы с самого начала выступали за активное привлечение этой страны к поискам путей сирийского урегулирования. Ведь если еще вспомнить то, что происходило на этапе подготовки конференции в Монтрё, которая состоялась, то в наших контактах с партнерами, с американцами, с ООН и с другими, мы очень активно выступали за то, чтобы Иран был с самого начала подключен к поиску политического урегулирования в Сирии. Почему? Потому что эта страна действительно реально имеет влияние в регионе и реально имеет рычаги воздействия в направлении начала политического диалога. И в то даже время, когда был еще Женева, только начиналось отсутствие Ирана, оно, конечно, создавало несколько такую странную ситуацию, когда один из главных внешних игроков был изолирован от дискуссий по сирийскому вопросу. Поэтому в этом плане наша позиция остается прежней. И, конечно, мы выступали и будем продолжать за то, чтобы Иран более активную роль играл во всем, что связано с поисками путей урегулирования сирийского конфликта. Что касается сирийской оппозиции, вы знаете, что мы уже провели две встречи оппозиции на московской площадке. Они были достаточно продуктивными по всеобщему признанию. И сейчас все еще продолжает сохраняться задача консолидации сирийской оппозиции, различных групп сирийской оппозиции на единой платформе с тем, чтобы они могли выступить как единая делегация в переговорном процессе с сирийским правительством. Ну, что касается Москва-3, Женева-3, ну, у нас нет каких-то в этом плане особых предпочтений. Но, по-моему, главная задача состоит не в том, где и как это будет называться, а в том, чтобы реально запустить переговорный процесс. Вот над этой целью, над этой задачей мы постоянно работаем и с сирийскими оппозиционными группировками, и с сирийским правительством, и вообще со всеми теми, кто имеет отношение, и кто способен оказать позитивное влияние на скорейшее урегулирование сирийского кризиса. Евгений Михайлович, вот проводя ниточку от сирийской проблемы к ещё одной очень серьёзной проблеме, это миграционной проблеме. Сегодня в Европе миграционные кризисы, собственно, эти проблемы между собой взаимосвязаны, нескончаемый поток мигрантов из Сирии, из Ливана, из стран Ближнего Востока, Африки, где люди бегут от войны, от исламского государства. Европейский Союз не имеет общей позиции, что делать с этими мигрантами, как с ними поступать. А есть ли какое-то решение Организации Объединённых Наций? Будет ли она как-то решать эту проблему? Ну, ООН очень активно вовлечена во все эти процессы. Есть Управление Верховного комиссара по делам беженцев, которые помогают решить эти проблемы. Так что с этой точки зрения ООН не самоустранилась, а пытается внести свой вклад в дело возникших вот этих вот миграционных потоков. А в принципе, конечно, то, что сейчас происходит в этом отношении, оно вызывает самую серьёзную озабоченность. И мы с самого начала ещё говорили о том, что конфликтные ситуации, которые раздувались, надо прямо сказать, нашими некоторыми западными партнёрами в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, они могут иметь вот и такие последствия, что на самом деле и произошло. И попытки наших партнёров сказать, что всё это происходит потому, что Асад проводит такую политику в своей стране, но они просто несостоятельные. Люди-то бегут от войны, от действий исламского государства на тех территориях, которые они захватили. А вы прекрасно знаете их политику массовых репрессий, казней, притеснений и так далее. Конечно, вот от этого и возникают все эти миграционные проблемы. К сожалению, Евросоюз действительно пока не может их решить, и никакого общего решения на этот счёт у них нет. Но, видимо, нужно какие-то искать новые пути, и, видимо, здесь без объединения усилий, в том числе и привлечения более активного организации объединённых наций, её специализированных учреждений не обойтись. Но, насколько я знаю, господин Гутерреш, который возглавляет управление по беженцам, очень серьёзно озабочен этой проблемой. И помимо того, что они делают в практическом плане, он ещё высказывается и за то, что решение миграционных проблем не должно быть сиюминутным. Нужно искать решение тех корневых проблем, из-за чего они возникают, и в этом мы с ним согласны. Спасибо, коллеги. Ваши вопросы? Пока коллеги думают, вопрос от меня. Давайте из Сирии перенесёмся в другое государство, на Украину. Сегодня на Украину приехал помощник генерального секретаря ООН по правам человека, Шманович. Он будет мониторить ситуацию, собирать информацию с правами человека, даст какую-то свою оценку, но, скорее всего, он будет собирать информацию только на территории Украины, которая подконтрольна Киеву. Но есть и другая территория, и там права человека нарушаются существенно, потому что обстрел людей из крупнокалиберных орудий – это, ну, я не знаю, как это иначе можно назвать, как нарушение прав человека. В 29 сентября в Совете ООН по правам человека в Женеве эта тема будет обсуждаться. Судя по всему, наверное, в большей степени Шманович будет опираться на ту информацию, которую он получит в Киеве и вообще от официального Киева. Почему, вот с Вашей точки зрения, вопрос нарушения прав человека на востоке Украины, он поднимается так мало? И что мы, Россия, можем сделать, чтобы эта тема больше звучала? Ну, в принципе, мы этот вопрос поднимаем, и, в частности, в рамках упомянутого Вами Совета по правам человека на других гуманитарных площадках. Но, к сожалению, приходится констатировать, что доклады, которые, в частности, готовит господин Шманович, они действительно являются односторонними и не до конца объективными. Потому что слушает он в основном одну сторону, в Луганске, в Донецке, либо не бывает, либо игнорирует вообще, что там происходит. И, таким образом, доклады, которые он выпускает, они имеют односторонний и предвзятый характер. Но нужно признать, что, в общем-то, в этом на него оказывают давление и наши западные партнеры некоторые, и киевские власти, которые пытаются скорректировать его доклады. И вот такой лоббизм отрицательный, он сказывается на тех документах, которые выпускаются по гуманитарной ситуации на юго-востоке Украины и в Украине в целом, в общем-то. Мы с этим пытаемся бороться, указываем на неправомерность такого подхода. И будем продолжать это делать и в Совете по правам человека, и в Генеральной Ассамблее ООН, где тоже будут в Третьем Комитете подниматься эти вопросы. Нужна все-таки объективность. Мы обращаемся и к международным неправительственным организациям. Они, кстати, во многом дают более объективную ситуацию, но, опять же, надо признать, что она не всегда учитывается теми ооновскими функционерами, которые занимаются подготовкой соответствующих документов ООН. Спасибо. А что касается Совета безопасности, здесь мы как-то эту тему можем поднимать чаще, инициировать, особенно в период своего председательства? Ну, вы знаете, по Украине состоялось более 30 заседаний Совета безопасности. Мы, естественно, в ходе них поднимали этот вопрос, проблематику гуманитарную. Но наши западные партнеры, они предпочитают политизировать эту дискуссию и каждый раз уводить в сторону односторонних обвинений действий луганских властей, донецких, ну и, естественно, обвиняя в этой ситуации и Москву также. Поэтому, к сожалению, на площадке Совета безопасности такой вот конструктивной дискуссии не получалось. Но мы не являемся инициаторами продолжения таких политизированных дискуссий и считаем, что есть сейчас созданы соответствующие механизмы, это и контактная группа, и в рамках контактной группы происходит обсуждение в том числе и этих вопросов. Наверное, стоит задача не политизировать дискуссию по этим вопросам, а искать практические решения возникающих проблем. По некоторым докладам, вот буквально недавно изданным ЮНИСЕФ, ситуация гуманитарная очень там критическая и связана с питьевой водой, с снабжением, с блокадой и так далее. Поэтому здесь ООНовские организации, которые в практическом плане занимаются гуманитарными аспектами, они играют свою конструктивную роль. И в этом мы их поощряем и думаем, что они и дальше должны действовать в этом же направлении. Украина претендует на место непостоянного члена на 2016-2017 год. Как вам кажется, осложнит это работа в Совете Безопасности или мы сможем найти какое-то конструктивное звено, конструктивный диалог с Украиной? Украина будет избираться непостоянным членом на предстоящие два года. Хотелось бы надеяться, что украинские партнеры используют свое пребывание в Совете Безопасности не для того, чтобы политизировать дискуссию по украинскому вопросу в Совете Безопасности, а для того, чтобы искать конструктивные пути решения. Но Совет Безопасности должен быть органом, который занимается поддержанием международного мира и безопасности и принимает конкретные решения. Если же превращать его в чисто политический дискуссионный клуб, в площадку для политических столкновений, то, наверное, это не способствует повышению эффективности этого органа прежде всего, да и авторитету организации в целом. Поэтому хотелось бы надеяться, что украинцы прислушаются к этому и будут вести себя соответствующим образом в Совете Безопасности. Спасибо. Еще есть вопрос. Первый ряд, пожалуйста. Микрофон. У меня уточнение к тому, что вы сказали раньше. Вы сказали, что с одними воздушными ударами, с Айси, с ИГИЛом справиться невозможно, и что Владимир Владимирович Путин предлагает широкую международную коалицию по борьбе с ИГИЛ. Получается, что Россия готова в определенной ситуации участвовать в борьбе с ИГИЛ не только воздушными ударами, но и как-то более серьезно, boots on the ground. Правильно я понимаю? Ну, широкая коалиция, это не надо рассматривать буквально, а широкая коалиция, в нашем понимании, это объединение усилий всех государств. Я уже сказал, что в настоящий момент реальной силой, которая борется на территории Сирии с ИГИЛом, является сирийская армия. И ситуация, когда наши партнеры исключают любые возможные контакты с сирийскими властями по этой проблеме, она, в общем-то, создает невозможность проведения эффективных действий в отношении ИГИЛ. Поэтому вот в этом плане, наверное, следует рассматривать прежде всего нашу идею о широкой коалиции. Мы готовы беседовать на эту тему и обсуждать эту проблематику со всеми, кто реально может помочь решению этой проблемы. Спасибо, коллеги, еще вопросы. Работают одни и те же люди. Пожалуйста, второй ряд. Спасибо большое. Значит, как Вы комментируете противоречивость официальных заявлений Соединенных Штатов, то надо изолировать Россию за ее поддержку ОСАДа, то потом говорят, ОСАД может иметь место в переходном правительстве. Это отказ от стратегии или это есть сама стратегия? Спасибо. Мне трудно говорить за американцев, но, в принципе, определенные нюансы в подходах американцев к сирийской ситуации, они действительно начинают проявляться. Мне кажется, что более реально смотрят наши партнеры теперь на вещи, поскольку понимают, что сначала действительно тезис был, что ОСАД нелегитимен, ОСАД должен уйти, и ничего нельзя будет предпринять до тех пор, пока он остается у власти. В принципе, вот этот вот тезис, он в стратегическом плане у них остается. Но в тактическом плане, наверное, есть какие-то попытки найти ходы, которые бы позволили посмотреть по-другому на перспективу политического урегулирования и завязывания политического диалога между сирийскими конфликтующими сторонами. Вот с этой точки зрения, может быть, есть определенные подвижки. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Мы уже касались права вета постоянных членов Совета безопасности. Летом Россия дважды воспользовалась права вета. Ветировала резолюцию по Сребрянице и ветировала резолюцию о создании трибунала по сбитому над Украиной Боингу. После вот этой второй резолюции некоторые политики стали говорить о том, что нужно обойти Совет безопасности ООН. В основном это политики на Украине, конечно, говорили. И предлагали вынести вопрос о создании трибунала на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН. Возможно, Ксен Порошенко, президент, который там будет выступать на Генеральной Ассамблее ООН, с таким предложением выступит. Насколько законны, правомерны подобные требования и можно ли как-то вообще создать какой-либо международный трибунал в обход Совета безопасности ООН? Нет, мы считаем, что никакого трибунала в обход Совета безопасности ООН создано не может быть. Мы, в принципе, считаем, что создание каких-то трибуналов на данном этапе преждевременно. Сейчас стоит задача завершить расследование этого трагического инцидента и провести очень тщательное, транспарентное и объективное расследование того, что произошло. К сожалению, должен сказать, что не во всем те, кто занимаются этим расследием, придерживаются этого подхода. Поэтому создание каких-то трибуналов, судов, помимо того, что этого нельзя сделать без решения Совета безопасности, оно контрпродуктивно и с точки зрения незавершенности расследования произошедшей трагедии с Боингом. Мы, со своей стороны, готовы и активно участвуем в этом деле. Наши специалисты ездили и в Нидерланды, и эксперты встречались с голландскими людьми, кто занимается специалистами, кто занимается этим делом. Мы целый ряд вопросов представили, на которые, кстати, не получили достаточно убедительных ответов. Поэтому считаем, что на данном этапе расследование должно быть, естественно, продолжено, завершено. И потом уже нужно смотреть, какие дальнейшие действия будут предприняты. А пока что всё, что было связано с продвижением резолюции Совета безопасности по созданию трибунала, оно имело такую очень политическую, серьёзную окраску. И если вспомнить то, как всё это начиналось и какие делались заявления и со стороны ряда политических лиц, деятелей, и в прессе западной, всё одностороннее было направлено на то, чтобы без каких-либо доказательств, без расследования, возложить вину на Донецк и Луганск и, естественно, на Россию, как ответственную за произошедшее в небе над Украиной. Поэтому вот в такой политической окраске, конечно, что можно было ожидать от продвижения этой резолюции, от идеи создания международного трибунала. Здесь не должно быть никакой политики, здесь стоит задача в том, чтобы тщательно во всём разобраться и установить истину. Вчера отмечался Международный день мира, но до реального мира, простите за тавтологию, современному миру ещё очень далеко. Вот с Вашей точки зрения, способна ли сегодня Организация объединённых наций, которая отмечает 70-летний юбилей, действительно отвечать на современные вызовы? Способна ли она справиться с задачей защиты мира с учётом всех тех противоречий, которые существуют сегодня в Организации? Вопрос достаточно теоретический и очень объёмный. Конечно, как я уже сказал, то, что Организация объединённых наций достигла за 70 лет, это впечатляющие успехи. Уже стало модным говорить о том, что Организация неэффективна, что её нужно чуть ли не распустить, создать вместо неё какую-то новую международную Организацию. Но всё это разговоры-то несерьёзные, потому что те политики, которые реально смотрят на вещи, они понимают, что другой у нас Организации нет, и нужно не ломать то, что уже есть, может быть, и не до конца хорошо работающее, а делать так, чтобы эта Организация смогла отвечать на вызовы современности. Вот, кстати, по этой теме могу привести, зацитировать то, что в своё время говорил Андрей Андреевич Громыко. Это было сказано им в 1946 году в ходе выступления на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. А сказал он буквально следующее. Успех новой Организации будет находиться в прямой зависимости от того, насколько и впредь будет иметь место подлинное сотрудничество всех наций, являющихся её членами. Поэтому вот эти вот фразы, она остаётся актуальной и по настоящее время. Действительно, от того, насколько будет политическая воля всех государств, настолько будет эффективна и сама Организация. Поэтому, если мы хотим видеть жизнеспособный и рабочий ООН, то, наверное, нужно всем, прежде всего, посмотреть на то, как мы, государство, относимся к ней и какой вклад в её деятельность сможем сделать. То есть перезагрузка ООН не нужна, а, по сути, нужно, чтобы члены организации стали действовать в консенсусе друг с другом и задачи решали общими всёми? Да, да. Так, снова Батрухан Фасих, Институт Востоковедения. В продолжение вопроса. Скажите, пожалуйста, недавно министр иностранных дел Лавров говорил о возможном расширении Совета безопасности до 20 членов. А это может иметь в виду страны-двадцатки или что-то другое? Вопрос о расширении Совета безопасности – это очень сложный. Он обсуждается уже более 15 лет в ООН. И есть две школы мыслей. Это первая, которая выступает за то, чтобы расширить Совет безопасности в категории постоянных и непостоянных членов. А вторая группа стран выступает за то, чтобы расширение происходило только в категории непостоянных членов. И в том и в другом случае речь идет где-то о новых десяти членов. Только в первом случае там, скажем, четыре постоянных и шесть непостоянных. А вторая группа стран говорит, что не должно быть быть постоянных, только непостоянные. И вот эта проблема продолжает существовать в ООН и не по одному из вариантов расширения Совета безопасности до сих пор решения принято не было. Что касается России, то мы признаем необходимость расширения Совета безопасности с тем, чтобы он действительно отвечал изменившимся реалиям в международной обстановке, в мире. Мы считаем, что ряд регионов недопредставлен в Совете безопасности. Это прежде всего Азия, Африка, Латинская Америка. И эта проблема должна быть решена. Но решена она должна быть таким образом, чтобы вариант расширения Совета безопасности, любой вариант, был бы поддержан подавляющим большинством государств-членов. Почему мы так говорим? Потому что если какое-то решение будет принято, скажем, двумя третями голосов, а одна треть государства не согласится с ним и проголосует против, то мы не достигнем задачи повышения эффективности Совета безопасности. А ведь именно об этом все и говорят, что нам нужно повысить эффективность, работоспособность с тем, чтобы он объективно отражал складывающиеся реалии в мире. Вот эта задача не будет достигнута, потому что одна треть государств будет против такого решения. И все это приведет не к эффективности и повышению сплоченности организации, а наоборот к ее расколу. Вот этого мы не хотим видеть, и поэтому призываем всех государства продолжать упорно, скрупулезно искать то решение, которое было бы приемлемо для всех. Только на этой основе мы сможем достичь желаемого результата. Но, повторяю, пока что такой вариант не просматривается. – Ян Михайлович, в ближайшее время государственным членом ООН предстоит выработать единую позицию по кандидатуре нового генерального секретаря организации, потому что Пан Гимон уходит, будет кто-то другой. Можно приоткрыть завесу тайны, кого поддерживает Россия? – Вы знаете, сейчас только начинается кампания в пользу выбора нового генерального секретаря. Существует уже целый ряд список кандидатов. Главное, что здесь хотелось бы отметить, это то, что есть общее понимание того, что следующим генеральным секретарем должен стать представитель Восточноевропейской региональной группы. Все уже региональные группы имели своих генсекретарей в различные исторические периоды, кроме Восточноевропейской группы. И от Восточноевропейской группы, как я уже сказал, есть целый список весьма достойных кандидатов. В середине них есть и женщины, кстати. Потому что некоторые страны начинают очень активно акцентировать вопрос о том, что следующим должно быть генеральным секретарем женщина. Но мы, не возражая против этого, все-таки считаем, что здесь главным критерием должно быть и профессиональные качества, и авторитет, и способность руководить таким большим механизмом, как Организация Объединенных Наций. Поэтому сейчас, наверное, еще будет преждевременно делать какие-то прикидки. Могут появиться и другие кандидаты, кстати, мы не исключаем этого. Поэтому считаем, что каждому из них должна быть предоставлена возможность изложить свои взгляды, свои подходы. Они могут встречаться с региональными группами, рассказывать о своих планах в случае избрания на этот высокий пост. Поэтому вот такая кампания будет продолжаться еще какое-то время. У нас выборы формально должны состояться в конце следующего года, хотя это может произойти и раньше, если будет подобран такой кандидат, который будет приемлем для всех. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо. Итак, коллеги, которые долго молчали, есть вопросы к нашему? Россия выдвигает свою конкуренту? Россия постоянно член Совета Безопасности. Мы, постоянные члены Совета Безопасности, не могут быть избраны на этот пост. На первый ряд тогда, пожалуйста. По поводу речи президента в ООН. Есть какая-то главная тема или какое-то понятие, что будет в речи? Ну, я не буду вам раскрывать то, что будет говориться. Наверное, все-таки это как бы прерогатива президента выступать и излагать свои позиции. Но единственное, что можно сказать, конечно, будут затронуты все актуальные проблемы нынешнего развития международной обстановки. Это очевидно, потому что об этом будут говорить, наверное, все делегации. Ну что ж, мы тогда внимательно будем следить за речью президента. Геннадий Михайлович, спасибо вам огромное, что нашли время сегодня пообщаться с журналистами, затронули массу вопросов. Спасибо еще раз и приходите к нам вновь. Спасибо. Спасибо.